Фильмы и книги, которые посвящены каким-либо боевым действиям, зачастую имеют мало чего общего с действительностью. Война войной, но все-таки воюют люди. Стороны каждый день теряли по несколько сотен, если не тысяч бойцов. Лишние потери были ни к чему. Поэтому, чтобы избежать нелепой потери, солдаты старались продерживать неписанные правила войны, которые соблюдали обе стороны. Например, в Великую Отечественную войну неписанные правила были и у снайперов. Перед тем, как отправлять боевые подразделения на фронт, солдаты старались накачать различные информации о своих фаргах. Делалось это преимущественно с той целью, чтобы солдат не тратил время на раздумья, а жал на круг. Это также поднимало боевую дугу бойцов, которые шли в бой без страха, понимая, что за их поступки им отплатят наградами и уважением сослуживцев, и на родине их будут отзываться не иначе, как герой. Шло время, после нескольких месяцев окопных боев, солдаты стали понимать, что воюют не только с врагами, но еще и с точно такими же человеками, как они сами. В итоге, когда противники долговременно ходили рядом друг с другом, то рано или поздно они начали договариваться между собой по различным бытовым потребностям. Особыми неписанными правилами отличались снайперы. Например, снайперы никогда не вели охоту на солдат, которые справляли естественную нужду. Это не говорит о том, что снайперу было жалко врага, или об этом где-то говорилось в кодексе снайпера. Дело в том, что любой выстрел снайпера может раскрыть его местоположение. А скрытность – это один из главных факторов, который отличает хорошего снайпера от плохого. Туалетные правила распространялись по обе стороны фронта. Сильнее всего презирались те снайперы, которые вели огонь по врачам и медсестрам. Конечно, это правило не действовало на поле боя. Если шло сражение, то медработницы, которые вытаскивали раненых бойцов, легко могли получить пулю. Еще одним неписанным правилом, которое стали соблюдать снайперы, было не вести огонь по водоносам. Логика здесь проста. Если идет реальное боевое противостояние, то человек с оружием – враг. Если человек несет ведро воды своим товарищам, это совсем другое. Командирам эти неписанные правила мало нравились. Поэтому нередко командиры направлялись к позициям снайпера и под прямым надзором приказывали стрелять в водоносов. Но снайперы зачастую промахивались, позволяя водоносу уйти. Дело все в том, что снайпер прекрасно понимал, что если сегодня проблема с водой у твоего противника, то никто не гарантирует, что подобные проблемы не случатся у твоих товарищей. Эти правила действовали не только на Великую Отечественную войну. Подобные неписанные правила можно было встретить в Афганистане и в Чечне. Нередко рядом с местом сражения солдат находили погреб с продуктами, брошенный склад или какой-то разбомбленный продовольственный магазин. Для того, чтобы среди солдат не было конфликтов, то противники договаривались между собой о времени, когда каждый из сторон может прийти в это место и навариться хабаром для своих сослуживцев. Командирам о таких вылазках и о существовании данных мест старались не говорить, потому что прекрасно понимали, что мгновенно будет дан приказ уничтожить это место. Все это было к тому, что снайперы не стреляли по солдатам, которые шли за хабаром.